Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Автоподставщики на рязанских дорогах. Можно ли выйти победителем в этой ситуации? Правила ПДД для беременных. Сотрудники госавтоинспекции рассказали будущим матерям основные правила безопасности на дорогах. Ремонт в любую погоду. В Центральном парке культуры и отдыха решили поменять забор. Психология и медицина. В Рязанском медуниверситете прошла пятая всероссийская конференция. На дорогах города действуют автоподставщики. Люди, которые готовы поставить свой автомобиль под удар, чтобы получить возмещение ущерба после ДТП. Обычно аварии незначительные и мошенники предлагают договориться решить ситуацию на месте. Как поступать в таких ситуациях, узнаете в нашем следующем сюжете. За всю свою жизнь Александр попал в аварию всего один раз, и то не по своей вине. Он и не мог подумать, что в следующий раз станет жертвой автоподставщиков. Для того, чтобы Александру после работы добраться до дома, нужно примерно минут 20. Путь пролегает в основном не через главные дороги города. Александр пользуется объездными путями. Совсем недавно он ехал по улице Татарской, перестроился на светофоре в левый ряд и повернул. Проехал буквально метров 20, как автомобиль Kia Sorento начал поворачивать с правой полосы на левую. Я выхожу из машины, водитель Kia Sorento тоже выходит из машины. Посмотрел и говорит, ну типа, давай что, будем либо вызывать гаишников, либо давай мне 5000. Ну я естественно говорю, типа, у меня нет таких денег, так что давай вызывать. Александр вызвал страхового комиссара. Тот провел все необходимые замеры и вынес вердикт. В аварии виноват водитель Kia Sorento. При перестроении он должен был пропустить Александра. После этого водитель немного попытался поспорить с комиссаром. И когда ему сказали, что тут без вариантов, то есть виноват ты, и что если сейчас мы поедем в ГАИ, то ему по-любому выпишешь штраф, и естественно страховка у него будет дороже, как виновнику ДТП, он предложил пойти на мировую. Водители написали друг другу расписки, что претензий не имеют. Александр отделался небольшой царапиной на бампере. У водителя Kia повреждений и того меньше. И они разъехались по своим делам. Сотрудники госавтоинспекции города свою статистику не ведут. Говорят, что практически каждый случай автоподставы уникален. И порой трудно доказуем. Но они дали несколько основных советов водителям. В любой непонятной ситуации, которая возникает на дороге, когда у автолюбителя возникает подозрение в том, что один из водителей, скажем так, неправ или ведет себя как-то не таким образом, необходимо сообщить о данном факте в службу госавтоинспекции. Водителю, у которого вызвано подозрение в данном факте, возможно записать очевидца в происшествии, взять у них телефонные номера для того, чтобы в последующем они могли подтвердить ту или иную ситуацию на дороге. Один из главных советов – это пользоваться авторегистратором. С этим согласен и юрист Павел Кудешов. Он рассказал, что видов автоподстав бывает множество. И поговорить обо всех не получится. Но есть несколько основных моментов, которые должен знать каждый водитель. Не выходя из транспортного средства, нужно посигналить, привлечь внимание очевидцев. Нужно зафиксировать их данные – телефон, фамилию, имя, отчество и адрес. Обязательно нужно обратить внимание на то, что есть ли камеры на дорогах, есть ли какие-то… узнать, чья камера, чтобы точно так же истребовать этот материал. В случае, если очевидцев нет, имеется в виду пешеходов, то посмотреть, запомнить номера автомобилей, проезжающих мимо. Павел Кудешов посоветовал в случае автоподставы, вызывать на место ДТП эксперта-трассолога. Он, в свою очередь, с точностью сможет определить виновника произошедшего. Вот только автоподставщики чаще действуют в темное время суток, когда ни до какого эксперта не дозвонится. В таком случае нужно зафиксировать абсолютно все на месте происшествия. Тогда может получится доказать свою правоту. История Александра закончилась почти хорошо. О недавнем происшествии напоминает только маленькая царапина на бампере. История научила его быть осторожней и всегда пропускать лихих автолюбителей вперед. Валерий Седов, Сергей Данилин. В преддверии Дня матери сотрудники госавтоинспекции напомнили о правилах безопасности на дороге. Профилактическую встречу провели в больнице номер 8 для беременных пациенток. Как правильно пристегиваться? Можно ли водить машину на последних месяцах? И какие бывают автокресла? Расскажет Галина Кудряшова. Не садиться за руль при плохом самочувствии, исключить длительные поездки, особенно по городу. Каждые 30 минут делать зарядку. Это лишь часть правил безопасности на дороге для беременных девушек. Консульдацию для них провели сотрудники ГИБДД. В городской больнице номер 8. Встреча является традиционной. Она проходит 4 раза в год. Вот уже более 10 лет. Каждый совет прост и практичен. Например, живот не может упираться в руль. Расстояние до него должно быть не менее 10 сантиметров. Рассказали и о другом важном элементе – детских удерживающих устройствах и креслах. Я не то чтобы не знала, я не задавалась вопросом, какие там по возрастам бывают, например, кресла, как правильно крепить их в автомобиле, как правильно перевозить. Поэтому полезная оказалась информация. 99% молодых родителей подвергают детей опасности уже с первых дней жизни. Делают это неосознанно. Во время выписки из роддома они доверяют ребенка бабушкам, сестрам, сами перевозят на руках. Но делать это категорически запрещено. В ряде стран мира уже есть практика, когда без предъявления автолюльки забрать ребенка из роддома нельзя. Ребенок не удержится и получит травму. Он может получить травму, несовместимую с жизнью. Первый путь к счастью, он окажется первый путь к огромной трагедии. При этом в правилах нет четкого указания, где именно должна располагаться автолюлька. Ее можно установить как спереди, так и сзади. Однако сотрудники ГАИ рекомендуют не экспериментировать. Не забываем, что переднее пассажирское сидение у нас самое травмоопасное по статистике. Поэтому, если есть возможность, лучше использовать заднее сидение для перевозки маленьких пассажиров. Стоит обратить внимание на пристегивание ребенка. Ремень должен проходить через три точки. Это плечо, грудь и бедро. Но ни в коем случае не должен давить на шею. Сэкономить на безопасности тоже не получится. Административная ответственность за нарушение правил перевозки детей на данный момент составляет 3000 рублей. Детское кресло или удержащее устройство составляет приблизительно эту же сумму. Но нужно думать о том, что последствия в случае неиспользования детских удержащих устройств могут быть гораздо плачевнее. Также сотрудники ГАИ напоминают, что ребенка нельзя оставлять в машине одного даже на несколько минут. В год фиксируется до 50 подобных нарушений, которые могут закончиться печально. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Рязань направит на ремонт дорог не менее 400 миллионов рублей. Такая цифра была озвучена на Комитете по горхозяйству Думы во вторник, 20 ноября. Сумма учитывает субсидии, которые город ожидает из областного бюджета. Около 300 миллионов рублей. Поступят они в будущем году. В проект бюджета 2019-го заложены 106 миллионов рублей. Всего же на городские нужды будет направлено более миллиарда рублей. В этот же день прошло заседание Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию инфраструктуры областного центра. Тема все та же – дороги. Депутаты одобрили изменения в порядок создания и использования парковок, находящихся на дорогах общего пользования. Речь идет о разрешении на бесплатное пользование парковками. Такое право получат инвалиды третьей группы и те, кто их перевозит. Теперь решения должны утвердить на общем заседании Думы. Первую новогоднюю елку начали устанавливать на площади театральной. Вскоре включат и светящийся фонтан. Всего до конца декабря в Рязани появится 31 ель. В прошлом году их было на две больше. Для их украшения закупят 350 новых шаров. Также освещение на улицах города дополнит разнообразные гирлянды и другая праздничная иллюминация. Снеговиков музыкантов перенесут в лесопарк, где построят новогоднюю деревню. Ее открытие запланировано на 15 декабря. Перед этим состоится забег Дедов Морозов. Холод – не помеха для ремонта. В Центральном парке культуры и отдыха на детской площадке начали демонтировать металлический забор. Почему нельзя было подождать до весны, рабочие объяснить не смогли. Однако вместо старого ограждения обещали установить новое. Дина Исляева продолжит. О том, что в Центральном парке культуры и отдыха начались нетипичные для этого времени года ремонтные работы, написали родители в соцсетях. Их возмутило, что средства потратили на эти цели. Рабочие ответили – просто выполняют приказ руководства. Ну, будем ставить. А вот именно зимой почему? Так сказали. Весь кривой, весь ржавый. Оксана приходит в парк гулять с сыном Семеном. Летом, рассказывает она, на площадке яблоку негде упасть. Возможно, именно поэтому забор и меняют в холодное время года. Если потом будет что-то красивое и новое, почему бы и нет. Хотелось бы улучшения территории, благоустройства этой территории. Но даже так, свежий воздух – очень хорошо. Разбитая карусель, качели, с которых стерлась краска – список можно продолжить. Не только эта площадка. Весь парк культуры и отдыха нуждается в благоустройстве. У входа не везде есть лавочки. На газонах лежит старый демонтированный бордюр. Остается открытым вопрос, почему сейчас меняют забор, а не потратили средства на решение этих проблем. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Восстановление Касимовского казанского женского монастыря продолжается. Уже отреставрировали монашеский корпус и в нем сделали домовую церковь. Однако работы еще много. Чем помочь и как раньше выглядел монастырь – в сюжете наших коллег из Касимова. В свое время Касимовский казанский женский монастырь был духовной жемчужиной города. В послереволюционные годы его храмы были разрушены, и мерзость запустений царила на святом месте. Сейчас здесь расположен жилой микрорайон. От прежнего облика монастыря до недавнего времени оставалось две башни, часть стены, несколько келейных корпусов. Потихонечку с Божьей помощью начали. И сейчас то, что вы видите, уже как бы домовая церковь и территория уже облагорожена. Уже можно сюда приходить и помолиться о казанской нашей иконы Божьей Матери. У колокольни до середины 30-х годов находилась часовня царевича Иакова, последняя у потомка правителя Касимовского ханства. Он почитается как местно чтимый святой. На месте разрушенной часовни поставлен поклонный крест. На старых фотографиях, а также на монастырской трапезной, сохранился прежний облик казанского монастыря. Здесь он восстановлен с картины художника Виктора Никонова. За колокольней была часовня царевича Иакова, то есть вот там. А наш дом вот там. Это вот на углу, то, что сейчас называют стекляшкой, магазин. Вот это была порослининская церковь. Старый дом отреставрирован под монашеский корпус с куполом. В нем устроена и освещена домовая церковь, так как все старые монастырские храмы были разрушены. Здесь по вторникам с 7 утра совершаются богослужения, на которых могут присутствовать и миряне. В монастыре будут рады помощникам. Ведь чтобы помыть полы, убраться на территории, посадить кустарники, нужны руки. А сестер всего четыре. Иногда просто нужен человек, а вот его и нет. Когда кто-то приходит, то очень даже рады. Потому что всегда рады, что будут люди участвовать в жизни монастыря. Потому что мы же не отдельно какой-то закрытый остров. Мы же с Касимовым должны быть одним целым. То есть люди должны к нам приходить и за них молиться. Священный исповедник Сергий Правдолюбов говорил, что какая судьба будет у Касимова, такая будет и у монастыря. Если монастырь будет развиваться, то и город тоже. Трубящий ангел, насохранившись у главой башни, виден издалека. Он, как и прежде, созывает людей на молитву. В Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова прошла пятая Всероссийская конференция студентов и молодых ученых с международным сотрудничеством. Она носит название «Психология и медицина. Пути поиска оптимального взаимодействия». Стоит отметить, что конференция включена в план значимых мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации. Поздравление участникам также направила министр здравоохранения Вероника Скворцова. В пятый раз Рязанский медицинский университет принимает в своих стенах студентов и молодых ученых из России и стран ближнего зарубежья. Каждый год они вновь поднимают актуальные проблемы медицинской и клинической психологии. И, конечно, уверен, даже не надеюсь, уверен, что вам понравится и будет интересно принять участие в этой конференции. И действительно, вы, как сказал министр, найдете то обжигновение, которое будет позволять вам совершить новое, открыть новое. И даже за эти три дня, которые вы будете активно работать здесь, стать лучше. На конференции будут также обсуждаться вопросы взаимодействия между клиническими психологами и врачами разных специальностей, такими как онкологи, хирурги, неврологи и так далее. Психология и медицина постоянно пересекаются в повседневной жизни. Поэтому тесное взаимодействие и контакт между ними помогает не только врачам-специалистам в своей практике, но и людям, и специалистам-психологам проще и понятнее излагать свои мысли и знания. Изучение факторов появления агрессии у детей дошкольного и школьного возраста, особенности эмоциональной сферы пожилых людей в различных семейных ситуациях, психогенные депрессии у женщин и так далее – все это только части, которые прозвучат на пятой всероссийской конференции. Такие конференции популярны для студентов, поскольку это реальная возможность для них, начиная с самого первого курса, интересоваться своей будущей профессией, рассказывать о том, что им интересно, получать рекомендации от коллег их же уровня, от коллег, которые старше их по уровню. И, соответственно, это дает им возможность профессионального и личностного роста. Каждый год в конференции участвуют гости из-за рубежа. В 2017-м Рязанский государственный медицинский университет посетил Майкл Вонг из университета Лестера, Великобритания. В этом году он отправил студентам видеообращение, где пожелал им удачи в новых начинаниях. Почетный гость пятой конференции – Мартин Персон из Швеции. Он провел открытую лекцию по теме «Оптимизация оказания социально-психологической помощи людям с изменением внешности». Речь идет не о пластике, а о шрамах, родимых пятнах и тому подобное. Ожидания весьма высокие. Прежде всего, я жду живого общения со студентами в течение всех трех дней. Я не хочу ограничиваться только своими лекциями и мастер-классом. За все три дня, которые будет идти конференция, я планирую послушать и другие доклады. А с переводом мне помогут. Всероссийская конференция продлится три дня с 21 по 23 ноября в стенах Рязанского государственного медицинского университета. Конечно же, мероприятие в первую очередь ориентировано для студентов и молодых ученых. Однако открытые лекции может посетить любой желающий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Синоптики предупредили о надвигающемся на Центрально-федеральный округ снежном покрове. Его отличительными чертами станут сильный ветер и снегопад, сообщает заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. Отмечается, что циклон распространится на Сибирь, Урал, Север и Восток Европейской части России и затронет центральный регион страны. В некоторых областях ветер достигнет 20 метров в секунду. В столице он может усиливаться до 15 метров в секунду, начиная с четверга. Такой ветер может наносить небольшие повреждения строениям и крышам зданий. Но фон температуры сильно не изменится. Ночью 2-7 градусов мороза. Днем 2-4 градусов тепла. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин